Здравствуйте! В эфире «Время жить» – программа о самых последних новостях в области медицины и здоровья. Сегодня вы увидите… Бессонница, как с ней бороться, воспитание ребенка, чему уделить особое внимание, зарядка для ног. Как ее делать? При плоскостопии и болях в коленном суставе врачи часто рекомендуют носить специальные стельки и вставки. Помимо них избавить от боли и скорректировать работу мышц помогает специальная зарядка. Именно об этой необычной гимнастике для деформированных стоп и больных коленей речь пойдет дальше. Вот на таких тренажерах обычно занимаются люди, которые хотят избавиться от плоскостопия. Известно, что деформация стопы является следствием мышечного дисбаланса. Поэтому задача врача и тренера – найти источник деформации и, ориентируясь на него, скорректировать работу мышцы. Для этого назначается та или иная группа упражнений. Смысл упражнений нацелен на то, что если ребенок это сделать смог, то у него заработала та мышца, на которую мы воздействуем. То есть мы делаем вывод, что занятие принесло эффект. По прошествии некоторого времени деформации чаще всего корректируются. Тренеры считают, что помимо деформации стопы, исправить можно и другие виды нарушений. Если мышцы голени работают неправильно и человек испытывает боль, лечебная гимнастика помогает справиться с такой неприятностью. Если мы исправляем работу мышц голени, то как следствие мы исправляем и коррегируем вот эти болевые ощущения. Здесь следует сказать, что форма стопы на 100% зависит от работы мышц. Есть различные способы коррекции, но одним из самых эффективных, естественно, являются физические упражнения. Почему? Потому что они воздействуют непосредственно на источник вот этих вот болей и деформаций. У Максима Романюта болел коленный сустав. Ему назначили лечебную гимнастику. И вот уже в течение двух недель он работает над своими мышцами. Максим занимался раньше дзюдо. Из-за боли в колене спорт пришлось бросить. Помогает ли сейчас Максиму гимнастика? Узнаем, беспокоит ли его боли в ноге. Она у меня прошла. И когда примерно начали вот эти вот болевые ощущения уходить? Ну, примерно с второго дня тренировок или даже с первого. Обычно занятие рассчитано на один месяц. После него, как правило, наступают видимые изменения. Правда, в некоторых сложных случаях, если нужный эффект не достигается, программа продлевается. Но в этой ситуации человек должен прийти на повторные занятия не позже 4-5-6 месяцев. У Максима Романюта колено уже не болит. Он надеется, что в самое ближайшее время ему удастся вернуться в спорт. И его мечты и цели осуществятся. Я планирую дальше заниматься дзюдо, стать мастером спорта, получить черный пояс. Понять, эффективно упражнение или нет, правильно ли идет воздействие, нужно ли еще что-то корректировать, можно с помощью специальной системы тестирования мышечного комплекса. По сути, сама мышечная система дает обратный ответ. Если все идет как надо, баланс восстанавливается. И человек приобретает нужную ему устойчивость и правильное положение своего тела в пространстве. Это наиболее часто используемый тренажер для такой корректировки. Он состоит из двух дисков со севой нестабильностью. При постановке на него стопы можно проработать переднюю, заднюю и наружную группу мышц. С его помощью мобилизируется и пяточный отдел. Кроме этого, можно раскручивать стопы в пространстве. Если его немного модернизировать, то возможно добавление силовой нагрузки. То есть, скажем так, это взаимодействие мышечной системы рук и мышечной системы ног. То есть, это вводит в баланс верхнюю и нижнюю половины тела. Так что зарядка для ног – идеальное средство для тех, кто заботится о своей красоте и, конечно же, о здоровье. Вопрос о воспитании ребенка на разных этапах жизни встает перед каждым родителем. Какие качества привить малышу? Как научить его слушать? Как справиться с проблемами? В следующем сюжете постараемся дать ответы на все эти волнующие вопросы. Родители очень часто сталкиваются с разными сложностями, когда воспитывают ребенка. Сначала он маленький, потом растет и меняется. Как же в любом возрасте найти правильный путь воспитания? Как сделать так, чтобы малыш вырос здоровым, спокойным и счастливым? Когда ребеночек маленький, ребеночек родился, и очень условно до трех лет о том, что принято называть у нас воспитанием, по-хорошему, с точки зрения психологии, речи быть не может. В этот момент очень важно ребенку помогать расти. То есть создавать ему те условия, которые помогают ему войти в этот мир, освоиться там, научиться там жить, двигаться. И самое главное, базовая ценность, которую могут, и важно, чтобы родители передали ребенку в это время, это то, что мир любит ребенка, мир ему рад, и мир с удовольствием его принимает к себе. Мир для ребенка – это в первую очередь мать или лицо ее заменяющее и отец. Психологи считают, что после трех лет многие вещи ребенку стоит начать объяснять. В этот период надо учитывать и то, что малыш еще плохо ориентируется во времени. Приблизительно лет до пяти ребенок очень плохо, то есть до трех вообще не ориентируется во времени. А до пяти он начинает чувствовать и понимать, что такое сегодня, завтра, что есть время, что его можно членить и так далее. То есть ситуация, что я тебе говорила, что мы уже придем, и это быстро, и ребенка ни о чем не скажет. И ребенок может капризничать, их ныкать, и это, опять же, ситуация, которую просто важно понимать. Ребенок не может воспринять это на таком логически-вербальном уровне. Когда ребенок начинает ходить в детский садик, в этот период своей жизни малышу важно научиться ощущать свои эмоции, выражать их безопасно для себя и окружающих, а еще уметь контактировать с другими детьми и взрослыми. А вот умение читать, писать, знание букв, чтение художественной литературы и так далее, это уже то, что ребенок может воспринимать где-то после шести-семи лет. Я, конечно же, не говорю сейчас о детях, которые сами начинают спрашивать. То есть если ребенку интересно про буквы, если ребенку интересно про счет, то важно вводить эти категории тогда, когда он про них спрашивает. Психологи полагают, что поход ребенка в школу – это достаточно большой стресс для всей семьи. Это время связано с большим количеством тревог для всех взрослых. Сюда же включается весь опыт родителей, их похода в школу, родителей, бабушек и дедушек. То есть это колоссальный клубок. И поэтому в первую очередь здесь очень важно самим родителям разбираться, что с ними происходит. То есть они тревожатся про что-то, что касается их конкретного ребенка, или они на ребенка проецируют те сложности и проблемы, которые у них были в школе. Вы понимаете, да? И это очень важно делить. Школа – это колоссальное изменение в жизни ребенка. Он начинает заниматься делами, которые никогда систематически не выполнял. Конечно, его это может сильно волновать. То есть это напряжение интеллектуальное, вербальное, это напряжение мышечное, это напряжение эмоциональное, и все это вот в очень таких вот жестко построенных рамках. И поэтому ошибки неизбежны. И очень важно ваше отношение к ошибкам ребенка. Мы ничто не можем научиться делать, абсолютно ничего, не совершая ошибки. Каждый человек время от времени ошибается. Ребенок здесь не является исключением. Важно, чтобы он не боялся ошибок, а умел их исправлять. В противном случае малыша может сформироваться убеждение, что он ничего не может. Помогая своему чаду выполнять задания, не вмешивайтесь во все, что он делает. Дайте ему возможность добиться выполнения задания самостоятельно. Знаете, есть такая очень хорошая методика, в том числе и для школы. Когда ребенок, например, учится писать, это же ужас. То есть это для ребенка взять в руки ручку, и вот очень мелкая, это мелкая моторика. То есть это очень важно научиться, невзирая на то, что больше, может быть, этот ребенок вообще будет брать ручки в руки, только чтобы поставить подпись на каких-то документах, а все остальное он будет делать на клавиатуре. Но это очень важно, с одной стороны. С другой стороны, это колоссальный труд. И вот здесь очень важно, на что вы обращаете внимание. Если вы хотите помочь ребенку, обращайте внимание на то, что у него получается. Подчеркивайте, вот не красным то, что подчеркивают, а то, что неправильно написал, да, или обводят, да, вот все эти неправильные крючочки. С этого момента у нас начинается вот это вот впечатывание в мозги, что мы фокусируемся на том, что у нас не получилось. И это страшно мешает нам дальше в жизни. Подчеркивайте и поощряйте то, что у него получилось. Да, пусть это будет один крючочек на всю страницу, но он окажется подчеркнутым, и ребенок будет стремиться это делать. Конечно, необходимо поощрять каждое маленькое и большое достижение вашего малыша. Дело в том, что особенно в возрасте 60 лет дети ориентированы на реакцию взрослых. Они очень чутко отзываются на похвалу и порицание родителей, учителя, стараются привлечь к себе внимание, почувствуют себя нужным, любимым и хорошим. Поэтому для мамы, пап, бабушек и дедушек – это реальный рычаг для поддержания и повышения интереса к школе и обучению. Бессонница и нарушение сна – бич нашего времени, которым страдают многие люди, ведущие стрессовый образ жизни. Однако существуют довольно эффективные способы борьбы с бессонницей. О них мы и расскажем дальше. Ночью никак не уснуть, а потом весь день чувствовать себя разбитым и вялым – это обычное дело для тех, кто не понаслышке знает о том, что такое бессонница. В большинстве своем это следствие стрессов и хронического переутомления. Это общая социальная проблема, и на бессонницу жалуется огромное количество людей. Но по современным представлениям бессонница – это тогда, когда человек чаще, чем два раза в неделю спит неудовлетворительно для себя. То есть если человек спит два раза в неделю плохо, то это не считается бессонницей и не требует коррекции. А вот если чаще, то это называется инсомния, требует коррекции. Но главные способы коррекции скорее носят гигиенический характер. И главное в коррекции инсомнии – это систематический ритуал, который нужно организовать для того, чтобы отойти ко сну. Как помочь себе уснуть? Необходимо, чтобы комната, в которой вы спите, была хорошо затемнена. Иначе выработка мелатонина происходит хуже. Кроме того, важно позаботиться о комфорте вашего тела. Спать лучше на полужестком ортопедическом матрасе и подушке. Покупать постельное белье спокойных оттенков из натуральных материалов. Ну и наконец, стоит задуматься, не приобрести ли в аптеке беруши, особенно если ваши соседи любят громко смотреть ТВ. Или ваша вторая половина по ночам имеет привычку храпеть. Существовал раньше тезис, старый, древний даже, что ночной сон нужно готовить с утра. Поэтому человек должен довольно напряженно жить днем, и тогда он совершенно спокойно и свободно, но совершая некоторый ритуал, отойдет ко сну. А ритуал заключается в систематическом повторении стереотипных действий, которые сопутствуют сну. То есть, допустим, в 7 часов вечера человек ужинает, потом немножко читает, потом принимает теплый душ, потом расстилает постель и устраивается. И тогда, когда этот стереотип повторяется, возникает простой рефлекс, условный. И в 10 часов человек свободно засыпает. Не менее важен комфорт психологический. Из-за напряжения выработка мелатонина прерывается, так как наша гормональная система выбрасывает в кровь кортизол и адреналин. Поэтому такие способы расслабления, как горячая ванна, прогулка на свежем воздухе, стакан молока или ромашкового чая, прослушивание успокаивающей музыки, могут помочь справиться с бессонницей. Иван Петрович Павлов в свое время рекомендовал, что нужно спать 8 часов. Но оказывается, что у каждого человека свой индивидуальный режим. Но самое важное, нужно делать все в одно и то же время, без резких изменений режима сна. Если человек в 2 часа ложится регулярно спать, и днем он работоспособен, пусть он так живет. Наполеон спал 3 часа в сутки. Ему хватало. Он был работоспособен и делал великие дела. Правда, у него были некоторые осложнения в связи с этим. Говорят, что у него были эпилептические припадки, а эпилептические припадки провоцируются недостатком сна. Но это уже другой вопрос. Тем не менее, ему хватало. Врачи полагают, что если у человека разорванный и неустойчивый ритм жизни, то раньше или позже может появиться так называемая инсомния. Как правило, она связана с состоянием тревоги и депрессии. Сон очень ранний показатель внутреннего напряжения и снижения настроения. В борьбе с такой проблемой существует масса лекарств. Обычно доктор назначает противотревожные препараты в течение нескольких месяцев. Здесь пациентам важно помнить, что при малейших улучшениях бросать их принимать сразу нельзя. Важно соблюдать назначение, ведь главная задача – добиться стойкого эффекта, основным показателем которого будет нормализовавшийся сон. Говорят, что здоровье – это когда не помнишь, когда в последний раз видел докторов. А когда они тебя видят, то удивляются твоему цветущему виду. Так вот, я желаю вам именно такого крепкого здоровья и неугасаемого интереса к жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова